Девушки отдыхают Я их как бы вырезал, чтобы вам не надоедать, потому что временные задачи немножко не мое И, собственно, поехали Ладно, вершина у нас есть, да и теперь у нас появилась вот такая штука Квартира Шепарда Вот прям квартира Шепарда Атмосфера сложная, схожая с земной, сделана интосей ранним кандидатом для колонизации людьми Однако чрезмерно высокие температуры и засушливый климат служили преградой к реформированию и агрокультуре Было основано несколько человеческих городов, но все же большая часть населения НТС остается разбросанной по огромным пустыням Работая на ветряных фермах и геологических исследовательских станциях Население 150 тысяч человек, год основания 2166 Вот Здесь у нас есть квартира теперь своя После вот этой миссии, которая была К сожалению, мне придется, скорее всего, сделать именно Как-то так Потому что сначала вы увидите эту серию, потом вы увидите ту серию Пополнить запасы панацелина Пополнить запасы гранат Здесь все есть, все круто У нас здесь есть квартирка Мы видим здесь наш Мако Можем вернуться на Нормандию Давайте попробуем поговорить с людьми Точнее, персональный компьютер Проверить свои сообщения Что-то здесь, возможно, есть Итак, кому? Адмиралу Тадиусу Архену От неизвестно кого Адмирал Эшелон будет расположен в системе Феникса Примерно на следующей неделе Я говорил с капитаном о нашей договоренности Как обычно, если вы готовы оплатить доставку Вы можете предоставить Мы можем предоставить образец наших военных поставок Если нет, без проблем Удаленные колонии могут использоваться любым доступным оружием Кто знает, сколько времени уйдет у Альянса На отправку подкрепления С уважением, Худ Колинс, 500 кредитов Персональный компьютер связан с Крымой Почему нет? Давайте 220 тысяч отправим Включение отправлено Кинетическая катушка Давайте возьмем Адмирал, Нэш, Эшелон пока остается в системе Феникса Наше предложение все еще в силе Если вам потребуется дальнейшее вооружение Давайте еще раз посмотрим, что они нам еще дадут Элитная часть спектра, отлично Так, все еще в силе Ну просто в идеале мне нужно несколько таких пушек Чтобы отдать их всем моим ребятам Вот у нас, кстати, колосс получается, да? По-моему, это улучшенная броня Да, это улучшенная броня Это топовая, по-моему, броня Красненькая вот такая И... Ну, собственно, все, как бы То есть тут я ничего не могу сделать Так Крушащий... Так Прочный физический предел А, активная ткань у нас Скорость восстановления щита Прочность Эта экспериментальная броня Сочетает в себе механический усилитель Микрочастицы нулевого элемента Сетевой экран Увеличивает физическую силу бойца И обеспечивает защиту от традиционного вооружения Биотических атак Очень крутая штука И медицинский экзоскелет Сопротивляемость токсинам Плюс сокращение времени восстановления всех умений Это очень классно Плюс 3,5 единиц здоровья в секунду Мы можем восстанавливать благодаря вот этой броне У нас осталось дохрена просто Я не знаю Очень огромное количество денег Поэтому мы можем спокойно еще несколько раз здесь закупиться Возможно получить какое-то полезное оружие Может и не получить Но вот, например, мы получили броню на Крогана Давайте еще раз попробуем Иногда здесь выпадают очень дорогие вещи Иногда не очень дорогие Биосилитель ученый отлично Так, еще что? Давайте еще потратим А возможно еще что-то выпадет Поэтому где-то миллиончик Вон дробовик спектра, отлично Так Ну и вот еще один дробовик Ладно, я думаю, что этого на самом деле достаточно В принципе Дробовик 10 уровня А вот это, кстати, очень даже Очень Даже очень Очень даже очень Даже снайперская винтовка дали 10 уровня Это прям даже интересно Это прям даже интересно Тяжелая броня Крогана Вот, отлично еще на Кроган Сейчас мы наденем Он, по-моему, уже может у нас носить тяжелую броню Насколько мне не изменяет память Так, от дробовичок Можем поставить сюда Кинетическую катушку, как вариант И на пистолетик стабилизатор стрельбы, как вариант Почему нет Вот А здесь мы что можем сделать Улучшение гранат Ну, в принципе, фугасная граната Стандартная Все нормально Здесь ничего нового 3 миллиона Давайте еще 3 раза купим что-нибудь здесь По максимальной цене, естественно Окей, опять Кроган Тяжелая броня Сложно сказать, что они нам могут предоставить Каждый раз они предоставляют что-то новое Но, как правило, это какие-то действительно Такие топовые Топовое какое-то оружие Которое может нам Нехило помочь Либо какая-то топовая броня Ну, вот, например, колосс Средняя броня Окей, десятая Это топовая броня Насколько мне не изменяет память Полезно в любом случае здесь вот Побегать Пособирать Все это дело Сейчас попробуем Я уже, на самом деле, потратил, наверное Намного больше, чем хотел Турианец Вот, все Вот, вот Выпала броня на Турианца Именно Мне ее, как бы, не хватало Самой малос Потому что У нас броня, как бы, есть А на Турианца У нас топовой брони не было И вот сейчас у нас Выпала топовая броня На Турианца Вот она, Хищник С Естественно, защита от урона маленькая Но зато щиты прям Прям круто Вот И теперь можно, в принципе, уходить Я думаю Теперь, теперь можно Возвращаемся на Нормандию Да, естественно Очень классно, что нас снабжают Вот здесь таким оружием Но за него, естественно, нам приходится платить Заплатили мы примерно Два миллиона Но мне кажется, что оно Того все-таки стоило Возможно, мне есть смысл Немножко изменить Оружие на вот это И тогда у меня все будет еще лучше Наверное Хотя я в этом, если честно, не уверен Потому что Ну, точность все-таки, конечно, ниже будет Но зато До перегрева дольше Это даст нам возможность Дольше стрелять Соответственно, лучше Все будет Остальные параметры Всякие Вот, можно на эту планету Прилетать сколько угодно Можно там получать Сколько угодно раз Оружие Пока у вас есть деньги Как только деньги у вас кончаются Вы больше туда не попадете Ну, то есть В смысле Попастье-то вы туда попадете Но толку вам от этого особо не будет Итак Что я сделал Значит, насчет Наверии Мы туда с вами не полетим Хоть я и говорил, что мы полетим на Наверию Точнее, на Феррос, по-моему, да И там мы должны были Найти с вами Ну, доложить об уничтожении гетов И найти еще две вещи Это еду И, соответственно, по-моему, этот Как он называется-то Ну, что-то для электричества Я уже не помню, что ей там требовалось Ни то, ни то мы сделать, по идее, не сможем С исключением, правда, как раз-таки еды и электричества Потому что у нас в итоге умер Главнокомандующий, скажем так, ихний Поэтому у нас будет некоторая проблема С докладом О выполнении задания Поэтому вот такие дела Вот, но в любом случае Мы хотя бы сможем повеселиться где-то здесь Да, у меня не будет выполнено, по сути, три миссии Ну, скорее всего, даже одна, на самом деле Потому что Там нужно будет доложиться всего одному человеку О выполнении задания Но так как задание мы выполнили А человек, к сожалению, погиб в той перестрелке Я думаю, что у меня будет с этим выполнением небольшая проблема Ладно Проехали, в общем, это Это не основное задание Не основные Поэтому можно их не особо сильно Как-то Рассматривать как задание важно Внутреннее давление Так, а теперь вот переключаемся на ребят Гарус на тебе Топовую броню И Рекс на тебе Топовую броню Вот такой вот он Офигененький зеленый Гарус, правда, как был Так и остался То есть у него хищник С Никак не изменился А вот у Рекса Прям Классненький такой костюмчик Вот такой бы костюмчик я себе реально хотел Он реально крут Вот Прям крут Серьезно А вот Также сделаем ему ученого Который мы только что взяли Для нашего друга у нас, к сожалению, ничего нет Но у него, в принципе, и так все с этим нормально И вроде бы Больше, по-моему, ничего такого нету Так, кстати, тебе нужно другой чок передать Отличненько Больше, вроде бы Вроде бы больше здесь ничего нету такого То есть у ребят все У ребят все как надо Давайте передадим тебе До перегрева Так, точность, отлично В принципе, меня все устраивает, ладно Вот, мне нравится наш новый костюмчик Но костюмчик Рекса мне нравится намного-много больше К сожалению, у нас такого не будет Итак, что мы забыли на стадели Напоминаю, дорогие мои Друг А, ну да Я забыл, что лифт здесь сам по себе открывается Так вот, напоминаю, дорогие мои друзья То, что, по факту, нам здесь нужно Поговорить с одной женщиной По поводу ее сестры А также поговорить Репортёр Калиста Аджелани Недавно попыталась взять интервью У первого спектра человека По фамилии Шепард Капитану удалось достойно Отвечать на каверзные вопросы И продемонстрировать Что под военной формой Скрывается острый Дипломатический ум Эксклюзивный репортаж В нашем следующем выпуске Да, я помню Она меня доставала Немножечко Самую малость Прям Так, ну мы, собственно, доехали К сожалению Вот единственный минус Музыка в игре Не всегда присутствует Не то, чтобы это Прям сильно, знаете ли, проблемно Но Такое Так, давайте заглянем, кстати В оружие В оружейную Все равно мы сейчас Здесь ни с кем общаться не будем Насколько мне не изменяет память, да? Ну да, нам здесь Собственно Ни с кем общаться не надо Вот Заглянем в оружейную Это последнее место Где нам надо быть Так, быстренько просматриваем Что у него здесь есть Навряд ли здесь есть что-то лучше Чем то, что у нас уже стоит Но Все же Попробовать стоит Броню мы лучше, чем у нас сейчас есть Точно не найдем Больше ничего у него здесь В принципе Интересного я не вижу У Рекса точно топовое Ну а все остальное Собственно Нам и не надо Вот единственное Кстати Приветствую, капитан Давайте Продадим Я открою вам Продадим ненужные вещи Тебе усилители Всякие Абсолютно ненужные вещи Так Легкая броня Человек Дробовик Знаете Тот момент Когда вы уже продаете Так На пофиг Просто Девятые Эти В принципе У нас их не так много Ладно Пусть остается Пока что Мне не жалко Вот Просто как бы Я уже ничего здесь Не могу Такого купить Чего у меня нету Единственное Где действительно Могут сделать Это как раз В доме Шепарда Но Нам туда Как бы вроде Пока не надо Итак Президиум Вход Жилые сектора Финансовый район Покой Нет Нам нужны посольства И зайти в тот бар Где Сидел посол Не посол Но вы поняли Так И теперь Полностью налево И в бар Поговорить с той Мадамой И сказать Что ее сестра Возглавляла Насколько я понял Группу бандитов И в общем-то Это как-то Ни хрена не круто Скажу я вам Дорогие мои друзья Так А ну-ка На-ка Иди-ка сюда Да Шепард Вы нашли Мою сестру Далее Мертва И я знаю Что она Шантажировала Вас Значит Тайное Стало Явным Надеюсь Вы не очень Злитесь И понимаете Почему я Солгала Вам Если бы Люди узнали Что моя сестра Преступница Меня сочли бы Угрозой обществу Меня отстранили бы От должности Или отправили В бессрочный отпуск Пока ее не поймают Поэтому мне пришлось Обмануть вас Я не хотела рисковать Вы могли выдать меня Но теперь Когда Далии нет в живых Это в сущности Уже не важно Я бы помогла и так Достаточно было Сказать правду Может вы и правы Извините У нас в семье Проблемы с доверием Оно и видно Я переведу Немного кредитов На ваш счет В знак Моей признательности Надеюсь Сумма вас устроит Вы перспективный дипломат Вам не помешает Иметь под рукой Спектра Который в долгу Перед вами Логично Заплатить Может каждый А я могу Предоставить вам Доступ К покупке Прототипов Азарийских Модификаций Я добавлю вас В список Привилегированных Клиентов Нашего производителя Думаю Вас заинтересует Его ассортимент До свидания Шепард Было очень приятно Иметь с вами дело Неплохо Неплохо 63 тысячи На самом деле Вроде с одной стороны Довольно много А с другой Вроде и не очень Так Посмотрим Быстренько Проверим Все вот здесь Нет ли здесь Конкретно Квестовых Мест Насколько я помню Нам сейчас нужно Будет переместиться Кое куда Если быть точным То В башню совета По идее В башню совета И там уже Поговорить с одним Из генералов Который Помните Вот стоял В самом начале игры Человек такой Пытался Выяснить Где же его люди Насколько мне Не изменяет память Это было именно там Ладно Башня цитадели Переносимся Очень сложно На самом деле Запоминать Вот эти вот моменты Особенно учитывая Что Между Теми сериями Прошло Вердахрена Времени Ну вот этот адмирал О котором я говорил Не понял Я правильно Я хочу поговорить С одним из помощников Членов совета Капитан Шепард Не так ли Меня зовут Адмирал Кахоку Могу быть чем-то полезен Вы посылали Развитгруппу В скоплении Тау Артемиды Да Посылал Несколько дней назад Связь с ними пропала Я попытался Выяснить Что случилось Но никак не могу Согласовать действия С бюрократами Альянса Вы что-то знаете О них капитан Не знаю даже Как сказать Адмирал Ваших людей Убил Молотильщик Молотильщик? Но мои разведчики Не могли так просто Попасть в гнездо Молотильщиков Не вся же группа Кто-то Заманил их туда С помощью Маяка бедствия Альянса Разместил так ловко Что они приземлились Прямо в гнезде Молотильщика Проклятье У меня были Дурные предчувствия С момента пропажи Группы Маяк бедствия В качестве Приманки И никто Похоже Не знает Об этом Благодарю вас Капитан За то Что вы сделали Теперь дело За мной Семьи этих Космопехов Должны узнать Как они погибли Капитан Андерсон Сказал Что у вас Есть информация Об Энсе Не так уж Много мне известно Один из членов Моей группы Нашел его Он замерз На борту Заброшенного корабля Пропавшие разведчики Которых я попросил Вас найти Они осматривали систему Где мы нашли Бэйнса На борту корабля Вам что-то нужно От меня Да-да-да Не сейчас Шепард Но я вам сообщу Как только что-то выясню Окей Круто В принципе Это все Больше нам в цитадели Опять-таки Делать нечего Поэтому Возвращаемся обратно Как бы Все хорошо Потому что На цитадели Мы выполнили все задания Которые могли выполнить Мы почти все эмблемы нашли Мы не нашли элемент питания Мы не нашли мясо Варонов Не добыли Мы не доложили Об уничтожении гетов Но мы почти нашли Все протеанские диски С данными Мы почти нашли Все легкие металлы Остался один Остальных у нас Тяжелых Больше на два Редкоземельных на один А газы Аж на целых три Превышают норму Следы битвы Мы почти все нашли Медальоны Легиединения Тоже почти все нашли Цитадель Фанат Вот остался Как из дополнительных заданий И вот здесь осталось Два задания Это Вермайер Соответственно И обратный отсчет Нам нужно Отправиться сейчас На Вермайер И посмотреть Что же интересного Нас там ждет Все очень просто И легко Давайте Собственно Отправляться туда Так Я немножко тупанул И пробежал Самую малость Мимо того места Где мне надо было быть А именно Мне надо было вот сюда Вот я зачем-то решил Пробежать вниз Чтобы войти Видимо пешком Но нет Я не хочу идти пешком Упс Так Мне нужен президиум Нет Не то Мне нужны Жилые секторя Секторя Окей СБЦ Отлично В жилых секторах Все так хорошо И поднимаемся На лифте Блин Классная все-таки Броня у Крогана Прям такой зелененький Срочные новости Председатель Бернс Глава парламентского Подкомитета По изучению Сверхлюдей Был похищен Экстремистами Биотиками Биотики Угнали Грузовой корабль И в последний раз Были замечены В скоплении Гаммы Аида Никаких требований От них Не поступало Такой прикольный Зелененький Костюмчик Не знаю Мне очень нравится Надо вот как раз Бейн сейчас по идее Спасать будет Насколько я помню Потому что он нам Сейчас как раз Доложит о том Что так-то так-то Похитили Помоги По крайней мере Если я правильно помню Ладненько Бежим Бежим Мои дороги Друзья С топовым оружием Состава намного проще Не так ли? Группа высадки Приготовится Идет процедура Дезинфекции Круто У нас провели Дезинфекцию Это хорошо Изменение статуса Капитан принял Командование Старший помощник Пресли Вахту сдал Ну я еще так-то Не принял командование У Пресли Но ладно Кого это в принципе Волнует Итак Поехали дальше Отходим И у нас Теперь Вермайер Больше здесь По-моему Ничего не появилось Стал артемиды Вот Местное скопление Скопление исхода Гамаида Мы везде Везде-везде были Насколько мне Не изменяет память Поэтому Перемещаемся Вермайер Хок Поехали Производится Отстыковка Нашего Корабля И мы потихонечку Улетаем Капитан Вы получите На одну из планет На одну из планет Где они проводят Исследования Передаю их вам Траверзаложники И мы туда И мы туда перемещаемся Я понимаю Траверзаложники 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 Скопление Юнтаум Траверзаложники Нападение Траверзаложники Траверзаложники И сейчас мы будем И сейчас мы будем с ними Расправляться Кто бы это ни Нас атакуют Убить заложника Минус когда тебя Атакуют билотики В том что Ты их можешь легко убить Но они тебя все время Будут убивать Тем что Будут Швырять Тебя В пол Как бы Проблема Не проблема Правда Плюс То что Ты их тоже Можешь легко Относительно Убить Это прям Хорошо И остался Поедет Последний билотик Нужно найти Заложника Видите как бывает Ты пишешь письма Но всем на тебя Плевать Люди признают Только грубую силу Так и может Я убью Председателя Бернса И закончу Этот спектакль Пожалуйста Я же пытался Вам помочь Не надо делать Того О чем мы все Потом пожалеем А почему нет Что нам терять Председатель решил Что компенсации Нам не положено Так что Ради чего Нам жить Но я Передумал Я Увидел Вас И Понял Что Вы Вы Заслуживаете Заслуживаете Но Как только Мы сдадимся Вы Нас Схватите Я не Обещаю Вас Отпустить Я Обещаю Что Бернс Пересмотрит Своё Решение Так Ведь Бернс Разумеется Я Понятия не Имел Что Биотики Л2 Находится В таком Отчаянном Положении Если бы Я знал Мы Выплатим Вам Компенсацию Я Обещаю Чего Бы Мне Это Не Стоило Вы Правы Я Не Хочу Умирать Может В этот Раз Что Нибудь Изменится Мы Сдаемся Спасибо Капитан Когда Они Меня Забрали Я Думал Мне Конец Я Прослежу Чтобы Выплату Компенсации Повторно Обсудили Я Не Знал Что Они В таком Отчаянном Положении Скоро Сюда Пребудет Крейсер Пятой Флотилии Чтобы Забрать Вас И Пленников Ну Видите Как Все Просто Не Знаю Зачем Было Его Вообще Красть Чуваки О чем Вы Думали Спасибо Капитан Когда Они Меня Забрали Я Думал Мне Конец Ладно Попробуем Сделать Ручное Отключение Как Обычно Замечательно Взяли Абсолютно Ненужный Хлам Как Обычно Так Ручное Отключение Опять Так Отлично Среднее Броня Человек Подобрали Ну В принципе Лучше Чем Ничего Правильно Же И Давайте Еще Вот Здесь Что Ни Посмотрим Вдруг Там Что Неполезное Есть Возможно Там Действительно Что То Есть Вот Там Есть Улучшение Оружия Что Не Может Не Радовать Так Ну Что Побежали Давайте Побежим Обратно К Зажалению Нам Пришлось Перебить Большую Часть Биотиков Но Зато Компенсацию Государству Придется Платить Намного Много Меньше Какие Мы Хорошие Люди Правильно Мы Так Сказать И Тем Помогли И Этих Вроде Как Не Обидели Если Это Можно Так Назвать Ну Как Не Обидели Всего Лишь Чуть Чуть Поубивали Самую Малость Ну Правда Чуть Ведь Не Сильно Наверное Но Я не думаю Что они На нас Сильно Обиделись Навряд ли Ладненько В любом Суча Давайте Сейчас Вернемся На Нормандию Отправимся На Следующую На Следующую Планету Соединяю Капитан Спасибо Что Помогли Разрешить Ситуацию С Заложниками Председатель Бернс Восхищается Тем Что Вам Удалось Разрешить Этот Конфликт Мирным Путем Капитан Мы Оценили Вашу Помощь Которая Выходила За рамки Профессиональных Обязностей Пятая Плотили Отбой И мы Собственно Переключаемся Далее Итак Что же Нас Здесь Ждет Я Честно Говорю Пока Еще Не знаю Но Думаю Что Сейчас Мы Выясним Следующее Место Куда Нужно Переместиться Это Сейчас Я посмотрю Куда Надо Переместиться На самом деле Потому что Я не помню Задание Какое Оно Задание Было Травер Сербер Система Ядзы Скопление Вояджера Нам нужно Скопление Вояджера И Система Ядзы Ядзы Хорошее Название Прикольное Звучащее Не нравится Скопление Вояджера Оно Прямо Рядом Тут Система Ядзы Прямо Сразу На ней Оказались Прыгаем Прямо Четко Все Идет Вот Что ж Ну а для тех людей Которые Периодически Меня спрашивают Будут ли я проходить Соответственно Следующую часть Mass Effect Естественно Я буду ее проходить Потому что Раз вы смотрите Раз вам нравится Раз вы это комментируете Как бы да Как-то Участвуйте в прохождении Почему бы нет Я думаю что Мне не жалко Тем более Это будет Хотя бы Какие то Видео На моем канале Выходить Потому что Mass Effect Я могу записывать Довольно быстро Его фактически Не надо Обрабатывать Он идет Прямо Вот так Как я записываю С другими же Играми Приходится Немножко Поработать Поэтому С ним Будет чуть подольше Пока у меня К сожалению Нет особо Много Так Времени Чтобы Прямо Спокойно Уделять Им Поэтому Ладно Переходим К планетам Рассеята Это водородный Гелевый Газовый Похожий на Юпитер Но имеет близкую К звезде Орбиту Мощная Гравитация Ренсиато Ренсиато Окей Предотвратила Обращение Планеты Па-па-па-па-па Ладно Следующая планета Это Бинту Бинту Этмосфера Бинту Состоит Из углекислого Газа С примесью Хлора И сернистого Ангидрида Ангидрида Что Периодически Становится Причиной Кислотных Ливней Карабинту Состоит Большей частью Из серы Встречаются Залежи кальция И Как и большинство Планет В скоплении Вояджера Бинту Появилась На космических Картах Не более 20 лет назад Благодаря Исследовательским Кораблям Альянса Экосистема Как таковая На планете Отсутствует Данные О Бинту Ограничиваются На удивление Краткой Общей информации Из которой Следует Что Это Недружелюбная И Неинтересная Планета Неинтересная Пойдем отсюда Не будем Ничего Расследовать Ладно Дригир Это небольшая Скалистая Планета С крайне Разряженной Атмосферой Из скриптона И ксенона Холодная Поверхность Состоит Большей частью Из силикатов Встречаются Залежи Магния Алюминия И других Легких Металлов Дригир Обладает Слабым Магнинным Полем Что Не позволяет Использовать Его для Разрядки Двигателей Мы нашли Месторождение Бирелья Вот такие Вот дела Альрумтер От планеты Земного Типа С крайне Разряженной Атмосферой Из азота И криптона Холодная Поверхность Состоит Большей Частью Из легких Металлов Встречаются Залежи Замерзшего Аммиака Итак С планеты Альрумтер Был найден Зарегистрирован Слабый Сигнал Старший Инженер Адамс Смог Последить Его И установить Источник Котором Оказалась Небольшая Спасательная Капсула В ней Находилось Тело Давно Умершего Турианца Среди Его Личных Вещей Был Найден Протеанский Диск С данными Очень Даже Неплохо Дорогие Мои Друзья Патазири Патазири Ладно Тонкий Атмосферный Слой Патазири Содержит Неон И хлор Холодная Поверхность Состоит Большей Частью Из Кремнезема Встречаются Залежи Меди Во время Продолжительных Холодных Ночей Хлор Из Атмосферы Наследает Новая Верхность В форме Ине Мы обнаружили Крупное Месторождение Тори Замечательно И давайте Теперь На Бинту Таки полетим Так стоп Мне показалось Или я там видел Что-то рядом С планетами Нет Нет там Не было ничего Итак Мы летим На крайне Недружелюбную Планету На которой Находится Кто-то Кто Хочет Много Чего Плохого Сделать Людям Ну И охотиться За нашим Недавним Другом Генералом Поэтому Надо Как-то Пресечь Их Деятельность Цербер Название Хорошее Но Организация Плохая Итак Смотрим Что у нас Здесь есть Научная База Аномалия Научная База Научная База Как всегда В угол Карты В угол Карты В угол Карты Но перед Этим Захаваем Вот то Месторождение Пока Я его Вижу Так Что у нас Здесь Есть Интересного И это Месторождение Палладия Окей Кстати Дождей Здесь пока Нету Это Хорошо Искать Месторождение Палладия Точнее Искать В нем Палладий В этом Месторождении Так И поехали В угол Карты Мы видим Что там Лаборатория Какая-то Из Располагается Но пока Едем В эту Сторону Кстати Относительно Карты Мы где Ага Мы находимся Рядом С теми Лабораториями Кстати Почему бы нам Тогда Не проехать Вот сюда Сначала Я думаю Это Даже Будет Правильнее Раз Мы все Равно Ближе К этим Лабораториям Давайте К ним И поедем Там же Собственно Не важно На каких Именно Мы будем Лабораториях Разряжать Свои Пушечки Так сказать Сохранимся Прям В прыжке Так Здесь пока Нету Никаких Интересных Мест Где мы Могли бы Что-то Добыть Но Мы Естественно Видим Две Пушечки Которые У нас Естественно Уже Стреляют Естественно Мы их Будем Уничтожать Естественно Это сделать Очень И очень Просто Как-то Вот так Примерно Давайте Подъезжаем Поближе Высаживаемся Из мака На всякий случай Сохраняемся Прямо Вот тут Потому что Я помню Момент С луной Когда нам Вставили По 5 число Когда мы Не могли Сохраниться Нет Здесь Такого Не будет Итак Мы Направляемся К базе Цербера По крайней мере К одному Из научных Центров Который Подконтролен Церберу И мы Видим Какую-то Тюрьму Как вы видите Церберы Довольно-таки Внушительны Что-то Мы выпустили С вами Что-то Определенно Нехорошее Ау Ненавижу Биотиков Если честно Так Давай Убирай Вообще Этот комплекс Отстраивайтесь Другой Лаборатории Поблизости Отлично Что же Было В диагностическом Терминале Мы его Просто Открыли И что-то Здесь Определенно Было Я видел Что мы Что-то Выпустили Похоже У Цербера На этой планете Есть и Другие Базы Капитан Ну Знаете Логично Ребят Да Вот Неожиданно Но Вполне Логично Ладно В следующий раз Я Не буду Так быстро Открывать Терминал Потому что Я хочу Подумать Будет ли Как-то Мои ребята С этим Что-то делать Но Надеюсь Что нет На самом деле У нас сейчас Максимальная броня У нас Шесть Брони Это Очень много У всех Причем Шесть брони И это Очень круто Итак Мои дорогие Друзья Нам в принципе В ту сторону Да Как обычно Я сейчас Проеду Посмотрю Все и вся Потом Поеду Вбок В ту сторону Как раз На следующую базу И буду Уже Осматриваться Там В принципе Я смотрю Я довольно Близко К краю Был Оказывается По сути Должен Сейчас Проехать Примерно В ту сторону Плюс Минус Так сказать Первая база Была уничтожена Слишком Сильного Так сказать Спротивления Мы там Не встретили И это Это хорошо Это значит Особенно Особенно После Одной Планеты На которой Мне пришлось Прям таки Мучиться С этими Горами Там Там было Все Очень плохо С ними После Той Планеты Горы Как-то Для меня Воспринимаются Немножко По-другому Ну пока Что я Еду Пока Что Вроде Все Нормально Все Чинно И Спокойно Можно Спокойно Отдыхающий Так Проезжать Никого Беспокоя И Самим Особо Не парясь Так На эту Горку Заехать Немножко Попрыгать Как вариант И Надеюсь Найти Какое-то Месторождение Либо Хотя Бо Лабораторию Где-то Здесь Кстати Неподалеку Будет Аномалия Вон Аномалия У нас В которой Надеюсь Мы что-нибудь Полезное Найдем У нас Таки Начали Стреля Падла Было Больно Вообще В общем В нас Таки Начали Стрелять Но Мы С пушками Разобрались Ничего Сильно Сложного Все Элементарно Просто Выходим Еще раз Нутри Сохраняемся На всяких Случа Чтобы 20 раз Туда-сюда Не бегать Здесь Вот Например У нас Есть Шкаф Правда Сложная Дошифровка Низкая Это Значит Что Мы Можем Прям Вот Так Вот Сделать И В принципе Все Получить Снайперская Винтовка Посмотреть Ничего Интересного Мне Нужны Улучшения В основном Мне Уже Не нужно Что-то Более Такое Кстати говоря По-моему Да Я не Израсходовал Своё умение Так Увеличивать Здоровье Гарус Гарус Плюс 3 Так Дошифровка Боевая Подготовка Так Так Тактическую Броню Тебе Прокачать Наверное Щиты А Ещё Прокачать Тебе Штурмовые Винтовки Почему бы И Нет Рекс Чтобы прокачать Такого Тебе Наверное Всё-таки Физподготовку И Наверное Всё-таки Дробовики Потому что Раз ты с них Прям так Хорошо стреляешь Будем прокачивать Тебе Дробовики Единственное Почему-то Тот же Самый Рекс У нас Не бегает С чем-то Другим Давайте Переключим Гарус У нас Пусть бегает Как раз таки С этими А Рекс Пусть будет Бегать Как надо Ладно Разберутся Ребята Я думаю Сильно Проблем С этим Возникнуть Не должно Сохраняемся Прям вот Так вот Ага Видите Кто у нас Там внутри Сидит Видите Да Это конечно Нам может Помочь Но я предпочитаю Что я разберусь Со всем Как-нибудь Сам Тем более Что я не уверен Что они У меня смогут Собственно Что-то Сделать Или Как-то Мне Противопоставить Что-либо Я думаю Вы догадались Наконец-то Что у нас Находится Внутри Открываем Шиты И это Солдат Рахни Отчисляйте Комплекс Отправляйтесь В другие Лаборатории Поблизости Давайте отправимся На следующую Базу Шепард Такие Задания Мне По душе Ты Вот Прям Уверен Да Прям Вот Хочешь Отправиться Да Ладно Вот Набор Улучшений Отлично Зажигательная Кинетический Эзоскелет Прям Прям Круто Надо Кстати Будет Ребятам Сейчас Поставить Что-нибудь Из этого Я не помню У кого Из них Не очень Так Активная Броня Скорость Установления Щитов Щиты Плюс Сорок Точность Движений Скорость Установления Щита Я думаю Что я Поставлю Ему Потому что Он Вечно У нас Умирает Вот Постоянно Просто Это Меня Если честно Немножко Напрягает То есть Гарус Постоянно Постоянно Умирает Это Нехорошо Так Быть Не Должно Так Сохраняемся На всякий Случай Всякое Как говорится У нас Может быть Идем На следующую Планетку Значит Не планетку Но вы поняли Так Заряжаем Чуть-чуть Повыше Красиво Вот там Планета Висит И Смотрим Где же У нас Здесь Есть То Что Нам Нужно Обследовать Только Не говорите Что Обследовать Нам нужно Саму Пирамиду Так Ага Протеанская Пирамида Обследовать Как-то Легко Найден Протеанский Диск С данными На вершине Этого Памятника Вы Нашли Несколько Детских Игрушек Рваную Одежду И Протеанский Диск С данными Вот Как-то Вот Так Не Взначай Просто Знаете Так Бывает Че Дети Поиграли Оставили Протеанский Диск С данными Чуть-чуть Так Это нормально Так Насколько я понимаю Вот здесь Вот у нас Есть Место рождения Какое-то Если я правильно Заметил Я Так и не понял Как я умудрился Заметить Прямо Краешком Глаза Потому что Он В самом уголке Так Прилетаем Сюда Разведать Уран Как я уже Говорю Детей У нас Сто процентов Триста Четыреста Процентов И семьсот Процентов Уже Не будет Месторождения Урана Отлично Может Пойдем Я бы сказал Поедем Я бы сказал Поедем Так Нам нужно По стрелочке Ехать Пожалуй По стрелочке Мы поедем Все-таки Здесь есть Большие горы К сожалению Но Тем не менее Они не такие Большие Как кажется Потому что Были горы И похуже Вы их Помните Сохраняемся Кстати На всякий случай И видим Здесь Последнюю Базу Противника Оп Уклонение Маневр Маневр Уклонение Не уклонился Ну ладно Ладно С первого С первого Раза Ваншот Серьезно Я видимо Как-то Мимо Попал В первый раз И коцанул Сразу Обе Окей В принципе Я не против И что же нас ждет На последней базе Что же нас ждет На последней базе Мне прям интересно Сохраняемся Как всегда Если нет ничего Интересного Значит будет что-то Интересное внутри Скорее всего А может и не будет Тут как бы Когда как Мы видим Здесь То ли Гетто То ли Хаски Скорее всего Хаски Да Это Хаски Почему бы Кстати Не дать им Возможность Как-то Взаимодействовать С Хаски Я думаю Сейчас все-таки Открою Правда Хаски все равно Точнее Татариане Хаски Татариане Окей Бегут они Таки на меня А не на них Что прям Замечательно Естественно Но Но У нас Довольно Дикий урон Поэтому Теперь Мы можем Спокойно Взаимодействовать Со всем этим делом Время Отплатить За смерть Кахуку Да мы вроде Уже отплатили Нет Итак Пункты снабжения Давайте перед тем Поговорить с Кахуку Точнее Он уже умер Поэтому Обследовать его труп Поусилитель Инструмент Отлично Отлично Это то легкая броня Средняя броня Или что-то В этом духе Еще что-то есть Вручное отключение Отлично Броня Так Еще по-моему Вот там вот Как раз есть Это был Самый Такой Жесткий Из них Видимо Хорошо Вручное отключение Черт Лоханулся Немножко Ну и такое Тем не менее Бывает Ну Собственно Больше здесь Ничего нет Сохраняемся На всякий случай И Разговариваем С трупом Вы пытаетесь Нащупать пульс Но Адмирал Кахоко Мертв Несмотря на то Что он был Заперт С хищными Существами Повреждения На его теле Отсутствуют Следы от иглы На его руке Освидетельствуют О том Что он умер Другой смерти Вот так вот А генерал был Хорошим человеком Пытался спасти Своих ребят Но мы перебили Весь цербер И это тоже плюс Так что Сложно сказать В общем то говоря Псы Аиды Так Уничтожьте Главную базу Вы узнали Где находится Основная база Группы Цербер Отправляйтесь На планету Неферон В системе Колумбии В скоплении Вояджера И уничтожьте Мы почти Уничтожили Ладно Мы уничтожили Их на этой планете Но осталось Уничтожить Главную базу И это уже будет Собственно В следующей серии А вы что думали Все на эту что ли Не Все ребята Следующей серии Следующей Замечательной серии Ну а на сегодня Как таково Я думаю Что все Всем спасибо За внимание И всем Пока Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...